Да когда ты уже устанешь? Ты раньше дружила очень хорошо с Машей Уэй. Я такая хорошая, хочу со всеми дружить. Не уходя от ответа, и вот прям прямо, ты можешь ответить, из-за чего вы поссорились? Ой, она живая? Или, ой, она обосралась? Но ты прям была уверена, что она тебя ненавидит? Вот та сука увела! Это его член! Она просто Нюта сказала в своей трансляции, что вас поссорил какой-то третий человек. Прижала, прижала к углу! Какая-то часть аудитории посчитала ваш ролик неискренним. Меня используют! Всем нужны только мои просмотры! И типа, длядь! Когда нам ждать видео с чашечкой чая, с примирениями с Нютой и Машей? Давай мы с тобой сделаем хорошее дело. И будем плакать на камеру. Надо было бить морду. Ты плакала? Вот это, пиздец! Я один раз прям реально плакала. Ну вот если Маша посмотрит это интервью, что бы ты ей сказала? У Ксюшки какие-то проблемы. Я обижаюсь на каждое говно, которое вы скажете мне. Распидорасила неностью ко мне, что я лезу в ее пространство. Всем привет! Меня зовут Ксюша Хоффман и это Пушка. Сегодня у нас в гостях королева русского ютуба, просто гигант Катя Клэп. Спасибо, что пришла к нам даже после тиктокеров. Очень много непонятных слов. Я хрен помню, как реагировать. Всем привет! Всем привет! Вот такая вот сумочка. Поясняю. У меня нет никакой косметики, я еле расчесала волосы. И не знаю, оставьте мне комментарий, пожалуйста. Я купила гребаный микрофон, который почему-то при подключении к моему компьютеру играет очень тихо. Так, давай сразу к вопросам. Слушай, ты на ютубе уже 12 лет. На тебе выросло не то, что одно поколение, наверное, целых три. Тогда, когда ты начинала, не было ни фестивалей, ни рекламодателей. Ну, короче, вообще ничего не было. Как ты считаешь, как вот наша индустрия так эволюционировала за это время? Почему и как? Да потому что уже все было сделано раньше. Уже все это прошло хотя бы на несколько лет побольше на Западе. То есть, ну, можно, в принципе, понять, что будет дальше у нас. Только, кстати говоря, что я замечала интересного. Когда тогда это была разница, там, в году 2000, наверное, в 2012 разница, мы на три года опаздывали. То сейчас у нас буквально там пару месяцев. Ну, то есть, вот, как только там начинается, у нас тоже разогревается все и уже случается. Так что мы быстро учимся. Ну, то есть, мы просто догнали у Запада. Раньше, вот еще буквально пару лет назад, там было очень много всяких фестивалей. И ты очень часто сама была лицом этих фестивалей, к тебе приходили бешеное количество людей. Но вот сейчас, например, в этом году вообще вроде ни одного фестиваля не намечается. А в прошлом году, там, или два года назад на Витфесте вообще почти людей не было. Как считаешь, почему так происходит? Мне кажется, все те, кто хотели увидеть, уже сходили на концерты, на стендапы, на личные встречи, на брендовые встречи. Потому что блогеры постоянно в каких-то ТЦшках, косметических магазинах устраивают встречи. Типа, ну, окей, есть люди, которые косяк, костяк, которые приходят на встречи постоянно. То есть, неважно, что и где, желательно, чтобы это было бесплатно. А когда это платно, ну, ты платишь там полторы тысячи рублей, ты должен получить шоу. И лучше люди заплатят за концерт, где ты будешь петь и танцевать, чем за то, чтобы поставить в очереди, вспотеть как говно, заплатить за фотку полторы тысячи и будешь еще хреново выглядеть на этой фотке. Ну, и будешь сейчас чувствовать хреново, потому что ты подходишь к потной, взмыленной, к блогеру, к человеку, который тебе интересен. Ну, это такое, это неприятно. Поэтому, мне кажется, в фесты поэтому неинтересны. Были бы они более камерными, чтобы раньше продолжали бы расти. Вообще, ну, как, на фестах же не всегда были платные автограф-сессии, это только потом со временем пришло. Выяснили, что, оказывается, на Витфесте нельзя раздавать автографы и делать селфи. Ты как вообще на это отреагировала? Ну, это не мое. Ну, то есть, я даже не могу... Я просто не помню, ты вот тогда, когда на Витфесте 500 рублей стоил один блогер, ты была? Я просто не помню. Нет, у меня не было. Я помню прекрасно, что единственное, наверное, два Витфеста, на которых я была, может быть, два года подряд была или один. Фишка в том, что мне просто приносили пачку с моим лицом. Ты же не скажешь, денег. Нет, к сожалению. И я просто расписывалась, то есть даже, я уверена, можно найти в Твиттере, в Инстаграме, как я сижу. То есть, ну, как какой-то архив, где я сижу и просто расписываюсь. Ну, это же классно. А потом, это типа, это не то, что за это получать деньги. Это... Потому что есть люди, которые, например, быстро меня увидели, и у них хоть что-то должно остаться материальное. Ну, то есть, что-то, что пощупать. Поэтому это скорее мое желание, чтобы хоть что-то у людей осталось. Ну, потому что, ну, это, блин, ну, камон. Ну, ты не лукавишь, что это не из-за денег. В любом случае, типа, ты получала какой-то определенный гонорар за участников. Мне не платили такие деньги, чтобы прям, знаешь, вкалывать, впахивать. Типа, сколько с апреля месяца по... Когда там последние июля месяца Витфест? То есть, вот этот вот промежуток с апреля по июль, чтобы я во всех социальных сетях трубила? Типа, ну, мне не платили такие деньги. То есть, тебе не проплачивали там каждый пост, каждый твит? Нет, мне заплатили одну конкретную сумму. Я ребятам вот сказала до твоего прихода, типа, все удивились, ну, камон. Ну, да, вот такая... Ну, это приятный бонус, потому что ты понимаешь, что на эти деньги ты можешь классно потусить в Питере. Ну, и типа, не знаю, там, пошопиться чуть-чуть. Ну, это нет. Ну, мне нравилось реально внимание. Это круто, потому что ты выходишь на сцену, все тебе радуются. И это очень приятно. Это намного дороже для меня, потому что это работает на мою самооценку, нежели получить бабки. Бабки можно, знаешь, дома получить заказ и сделать видос. Все. И в разы в пять вот так вот сделать больше денег. В легкую. Поэтому нет. Окей, ты говорила, что несколько раз пыталась запустить свое шоу. И один раз тебя там чуть ли на деньги, по-моему, не нагрели. Но сейчас каждый второй блогер, у каждого второго блогера есть шоу. Тебе не обидно, что ты тогда не запустилась? Ну, что у тебя не получилось? Ты знаешь, с одной стороны, когда начали уже запускать потихоньку ребята, я думаю, ёпара с этой, ну почему у людей, типа, намного легче с этим все? И так легко пошло там у того, у другого. И то, то есть мне результат не нравится, то есть это не то, чтобы я сделала. Я могу даже сказать, что есть один человечек, который, похоже, сделал, но... И я, типа, очень этому рада сильно. Что за человечек? Ну, я, на самом деле, с удовольствием смотрю шоу Дани Кашина. Вот. И, типа, это то, к чему мы стремились. У нас, конечно, другой был, не шоу Эрика Андре, такой приоритет, но, если кто-то знает, Between Two Friends с Заком Гальфианакисом, это прям, это шикарная передача, ужасная, дико смешная. И первый наш пилот был прям неловко классным. Ну, то есть, где можно было поржать, это такой юмор, а-ля Костя, как кринжево, но так, слышно, как хорошо. И там ему в глаз плюнул Брэд Питт. Это такое... Гениально. Ну, к сожалению, скажем, не хватило где-то мощностей, где нужны были эти мощности, а не стоили денег. И это упиралось не в то, что, типа, вот, выложи свои деньги. Но все было хорошо, но не было сформировано ни команды, ни там... Ну, как я была режиссер, мы там с Гришей сидели, монтировали этот выпуск с другом. То есть, это было все на нас, и я понимала, что если я это выложу, ну, типа, ну, это 14-й год или какой, ну, типа, ну, это жопа будет. Потому что тогда ты чихнул, пернул, все, конец карьеры. Ну, то есть, сейчас это такое, типа, ты чихнул, это сделал, такие, ой, она живая, или, ой, она обосралась, ну, и так интересно, давай посмотрим, как дальше она будет выкручиваться. Тогда просто могли сказать, все, полная жопа, ты бесталантища. Поэтому я не хотела выпускать сырое говно, и это было не классно, хотя было очень смешно. Ну, и мне в тот момент сказали, что, типа, нужны деньги, чтобы это решить? Я говорю, нет, нужна команда. Найдите классных ребят, которые умеют классно монтировать. Не смогли этого сделать, я сказала, давайте, стопьте это все, не хочу выпускать. И в обход меня запросили деньги у Гугла на мое имя. И мне уже Гугл звонит, спрашивает это, типа, мы выделяем деньги на шоу? И я говорю, я просто охерела, я говорю, стоп, что? Это как раз какие-то ситуации, когда тебя... Да, и я говорю, слушайте, типа, я не против помощи, если мы действительно пишем какой-то контракт, у меня есть обязательства. Потому что я боюсь обязательств. Типа, какого хрена мне вписываться на большие деньги, за которые я потом должна несколько лет твердить, типа, я не знаю, там, транспарант у себя на лбу носить, я люблю Гугл, или я не знаю, там, люблю какие-нибудь семечки от Мартина, или еще какую-нибудь хрень. Если я на это готова, и мне написали конкретно, что меня ждет, я взвешиваю, соглашусь. А здесь брать деньги, а что мне надо за это делать? То есть у других людей хотели брать деньги, да. Ну, то есть пока все развивалось. Там были, ну, возможно, большие деньги взять, но это страшно. Типа, я лучше свои деньги потеряю, нежели чужие, за которые я должна буду отвечать. А сейчас ты хочешь что-то такое, типа, своего шоу, там, какой-то проект может быть интересный? Да нет, честно, вообще не хочу, потому что это такой геморрой. Если у тебя, как будто у человека, нет интересов каких-то, которым ты хочешь себя посвящать, поглощать вот это все тоннами, какую-то информацию, то да, тебе, наверное, нужно твое какое-то отдельное дело. У некоторых людей это, там, вот, шоу, чтобы утвердиться, что, вы знаете, чуваки, я не только, там, вот, например, шучу и веселю вас, но я еще умею быть эскрометным, классным, умным и прочее. То есть это хорошее самоутверждение. Я пока сейчас самоутверждаюсь через другие вещи. И как-то мне не хочется настолько париться. А отдавать кому-то на аутсорс, типа, я не очень хочу, мне как-то грустно. По поводу самоутверждения, правильно я понимаю, что самоутверждение это часть любого блогера. Мне кажется, это у каждого человека такое есть. Ну, то есть это все равно, что, не знаю, брать школу ту же самую. У кого пятерка, кто-то чувствует себя охеренным. Если ты всегда учился на четыре, и ты такой, ну, наконец-то, меня знаменитые, мне поставили пять, ты себя чувствуешь лучше. И все хотят быть лучше. Просто через разное самоутверждается. Кто-то кого-то поносит в интернете и самоутверждается через это. Кто-то через то, что я хочу слышать себе только вот комплименты и баллады. Ну, то есть у всех свое. Мне кажется, каждый человек хочет самоутверждаться. Ну, просто в моем представлении самоутверждение это что-то вот, ну, негативное в плане, знаешь, то есть ты самоутверждаешься через кого-то, питаешься через кого-то. Ну, то есть энергия, ну, как-то что-то у меня такое, знаешь, ассоциативное идет. Ну, в корень же, смотри, самоутверждение. Я сам себя в этом утвердил, что я того стою. Спасибо, что я хожу на этой планете, и я могу сжигать этот кислород. Ну, мне кажется, наверное, с этого, ну, да, контекст нехороший условно, но мне кажется, я его просто так вижу. Да, может быть, потому что этим вообще не надо ничего доказывать. Типа, живи, делай свое дело, получай удовольствие и цени просто всех, кто находится рядом с собой. Я поняла. Насколько мне известно, ты хотела открывать свой продюсерский центр для блогеров. Так ли это? И если да, то почему ты этого не сделала? Я пытаюсь вспомнить похожие какие-то события, которые... Ну, может, рекламное агентство, продюсерский центр. Вообще рекламное агентство не ходило. Но у меня постоянно спрашивали, знаешь, типа, а какой твой следующий шаг? И все будут, что ты будешь делать через 5 лет, а что ты это? Ребята, во-первых, если у меня будет охеренный план, я хер с вами поделюсь. Это, во-первых, начнем с того, что... Второе, признаемся честно, если у кого-то есть планы, то вы живете в идеальной вселенной, где все работает. Поэтому, когда меня спрашивали об этом, ну, наверное, я накоплю опыт, я смогу кого-то там поддерживать, держать, скажем, я захочу уйти там вне блогинга, еще что-то. Потому что все давили, типа, вот у тебя есть 3 года, потом там тебе будет 30, 40, 50, это будет уже не та аудитория. И ты такой, ну, наверное, да. Поэтому я думала о том, что стать каким-то вот продюсером. Потом я поняла, что, господи, сейчас вон, мама отличненько шарашит охеренный контент. Девочки, как дела? Угорает, веселиться. Сыну то стыдно, то весело за нее. это вообще идеальная жизнь. Просто чтобы твоему сыну было стыдно, но он такой, ну, это моя мама, все равно я ее люблю, она классная, подписывайтесь на мой канал тоже, хоть она популярнее меня. Это очень, очень здорово. Такой семейный бизнес небольшой. Тогда перейдем к твоему образу. У тебя вообще такой вот, он сам по себе вообще не скандальный. Ты прям такая девочка, боже, адуван, с тобой не связано ни одного конфликта. Да что ты, Ксюша, надо было готовиться лучше к интервью. Ну, слушай, то, что ты с Сашей Спилберг помирилась тут на днях, это как бы, ну, вот за все время, сколько я тебя знаю, вот, ну, вообще, то есть даже если ты скандалишь, ты это делаешь так вот незаметно, что люди такие, стоп, а что у них 6 лет со Спилберг было? И все такие... Все забыли уже, 6 лет в интернете, это не 6 лет в жизни, даже 6 лет в жизни, это охренеть, как много в интернете, это десятки-десятки лет. Ну, ты максимально сбегаешь, даже вот твои ролики на фуге Дизастер, которые, понятно, были кому посвящены, об этом мы чуть-чуть позже поговорим, вот, но ты максимально как-то, ну, не прямая, не прямолинейная, ты все как-то вот аккуратно, вот, ну, как-то, да нет, извилистая. это, знаешь, мой характер, он, наоборот, более прямолинейный, то есть, и из-за этого я, на самом деле, больше получаю по шапке, чем когда я вот так вот юлю, вот эту, знаешь, игру за кадром веду, потому что, ну, я могу сразу сказать, вот это говно, и людям это не нравится, ну, в контексте тех, кто меня окружает, и кому я это могу сказать, но я скажу не потому, что я человек хочу оскорбить, а чтобы человек потом не обосрался с этим говном. Ну, блин, ну, подожди, это твои друзья, твои знакомые, я же говорю про какую-то медиасферу. Про зрителей тоже. Ну, посмотришь, я скажу, что, типа, человек говно. Только что, в чем проблема? У тебя же есть какие-то определенные качества в голове, которые хорошие и плохие, условно. Кто я такая, чтобы говорить на то, что я делаю, я больше не поддерживаю, ну, то есть, я не хочу больше вкидывать какую-то херню, такую извилистую, потому что, типа, во-первых, кто я такая, чтобы осуждать человека за то, что он делает? У меня есть с ним личная терка, вот пускай я буду лично с ним на это тем общаться, потому что я слишком долго общалась с этими всякими закидываниями, какими-то пасхалками с аудиторией, что аудитория это чувствует, конечно, перенимает это все, еще эта вся токсичность на них выливается, то есть они с нее тоже начинают питаться, как и я, ну, типа, нахер это делать? Ну, просто, вот я тебе еще раз говорю, вот сколько я тебя знаю, ты никогда, ну, вот сейчас блогеры пишут, допустим, если какой-то конфликт, они там в телеграм-канале, в твиттере пишут, мне это не нравится, я, ты знаешь, как-то, наверное, мне кажется, это неинтересно именно так в лоб, когда ты, ну, это как такая, типа, мингерлс, вот то, что я в себе всегда, типа, подавляла, потому что когда ты, то есть ты намеренно это делала, я правильно понимаю? Ты смеешься, что ли, типа, я спрашиваю, снимала, как это можно делать ненамеренно? То есть мне хотелось, потому что был определенный период жизни, определенные есть какие-то черты характера, над которыми я работаю, потому что мне хочется быть сучкой, но только теперь мне хочется быть, если я сукой, значит, я буду сукой. Ну, кажется, ты милаш, они сукой. Ну, я на самом деле, у меня все на лице написано, поэтому сейчас все пишут в комментариях, смотрите, как она оскалилась и как она попыталась натянуть на себя улыбку. Ну, то есть, типа, come on. Что ты думаешь вообще о блогерах, которые сейчас только на ссорах и хайпятся, они постоянно вот в этих срачах? Слушай, мы с Сашей Спилберг, когда как раз снимали, я вырезала этот момент, думала, может быть, удастся какой-то там более интересный случай, потому что мы очень много информации выдали, и мы с ней общались на тему того, что, слушай, даже если взять нашу ситуацию с тем, что нам было хреново, мы там чего-то боялись, у нас были там, короче, проблемы из-за этого все. Если бы, я говорю, вот не это все, точнее, я начала историю с того, что если посмотреть объективно на все то, что мы сделали, можно найти один плюс. Я говорю, это тот факт, что все эти ссоры, это был лютый хайп, потому что все смотрели, что в кино это она, что в кино я, какая там еще идет хрень, я говорю, даже вот из этого, это единственный, единственный плюс, и который, ну, сложно отрицать. Ну, это плюс, это какая-то, наверное, ну, функция, как ты можешь добиться внимания. А другой момент, что ты дальше делаешь, ну, если ты себе привлек внимание, ну, дальше что-то делай, не одну же кнопку типа хайп-хайп-хайп-хайп-хайп тыкать. Ну, ты бы повторила такую историю на... С Сашей? Нет, не с кем-то. С вообще с кем-нибудь, с кем угодно. Нет, у меня уже конфликт, который случился, ну, как не конфликт, просто такая размолвка с нютой, я его по-другому внутри для себя как бы перевернула, и типа я многие вещи, ну, переосмыслила. Не хочу я, типа, срать людям, ну, правда не хочу. Типа, даже если мне ссутки, мне обидно, но... Ну, ты хочешь быть сукой. Ну, если мне скажут конкретно, что не нравится, я скажу. Я считаю, что это за быть сукой. Когда ты, типа, не думаешь о чувствах других, когда другие такие, ну, мне идет эта кофточка. Я не хочу говорить, что тебе она идет, потому что ты хочешь, чтобы я сказала, что она тебе идет. Меня это бесит. Тогда не общайся со мной, уйди с этой сраной кофточкой и спрашивай у других людей пахлаву. Пахлаву, пахлава. Что он сказал? Так что, да, вот это, наверное, для меня есть, сука. Типа, просто быть прямолинейной, а не потому, что знаешь, кому-то поднасрать. Вот у меня такой вот. Мои любимые вопросы просто сейчас будут. Смотри, раньше ты была прям такой легендой. Вот прям все говорили только о тебе. Ты меня уже похоронила? Нет, подожди, послушай. Ну, то есть все говорили только о тебе. Катя Клэп, Катя Клэп, Катя Клэп. Сейчас на YouTube все больше приходит молодых ребят, которые более популярны, так сказать. И твои зрители, они уже выросли, и твой контент им не очень интересен. При этом новое поколение не особо и тобой интересуется. Я с тобой не согласна. Ну, хорошо, опровергни, почему? Ну, ты видела мои просмотры? Как моя аудитория, которая со мной остается, она не находит интерес в моем контенте? Ну, смотри, ну, если сравнивать с другими блогерами, более молодыми и актуальными, Слушай, у них своя аудитория. Ты не забывай, есть вещи, которые проходят как и время, так и хайп, так и что-то новое, интересное. Поэтому, ну, у них есть своя история. Я через это тоже прошла, у меня тоже был определенный виток. Дальше вопрос, как это будет развиваться. Меня полностью устраивает то, что у меня есть. Я могу и про себя рассказывать, и общаться со своей аудиторией. Ко мне приходят там с других каких-то коллабораций, по младшей аудитории, это приятно. Меня находят интересные более постарше, чем я девушке. Это значит, ну, что-то прикольное, я им даю какой-то глоток чего-то веселого. Поэтому нет. Ну, а слушай, ну, сколько я... Во-первых, слово понятия легенды, это звучит уже как-то, ну, типа, неадекватно. Первая девушка-блогер на русском речи уже. Ну, это относительно. Слушай, это ты можешь говорить все что угодно, какие угодно комментарии, типа, меня не надо сейчас облизывать и говорить какие-то... Я тебя не облизываю, нет, я говорю по факту. Я тебя не... Первый блогер, который я узнала, это был Усачев. Я только потом узнала, что есть какая-то там Катя Клэп. Вот это было. Вот тогда ты должна говорить, что Усачев это легенда. Нет, подожди. Потому что он для тебя, для каждого своя легенда. Кто-то вот появился, когда Саша Спилберг появился. Понимаешь, кто-то начал смотреть YouTube, когда Марьяна появилась. Ну, ты первая была, самая, кто начала. Да ты откуда-то в этом уверена? Еще для меня было девчонок. Ну, и реально, я пыталась потом найти тоже ролики на русском YouTube, я не смогла. Вот того времени, когда ты начала. Ну, значит, вот они не прошли время, значит, они просто в какой-то момент не попали в какой-то тренд и все. Почти все наши гости в отношениях. А скоро 14 февраля. Все такие влюбленные, окрыленные. И лично мне хочется какой-нибудь романтический вечер в этот день. В общем, я потестила несколько сайтов знакомств и сейчас расскажу вам про самое лучшее в моем рейтинге. Mamba – это самое крупное приложение для знакомств в России, в котором зарегистрировано более 40 миллионов человек. Ну, и как вы поняли, я уверена, что точно найду себе там кого-нибудь. В приложении безумно удобный интерфейс и очень быстрая регистрация. Все, что вам нужно – заполнить анкету, загрузить свою фотографию и уже можно знакомиться с красивыми парнями. Полный ЖТ Мерси, мои хорошие. У Mamba есть несколько фишек. Одна из них – раздел знакомства, где нужно свайпать фотографии людей. Например, влево свайпаешь, ну, как бы, такое себе, а если вправо, то ты не прочь познакомиться. Еще на Mamba есть раздел поиск, где вы можете искать людей рядом, а также использовать фильтр, чтобы отбирать людей по интересам, целям и куче других параметров. Короче, указываешь параметры своего идеального бойфренда и вперед. Я вот ищу себе парня, похожего на Ведьмака. Да, ох уж эти сериалы. Да, теперь я сомневаюсь, что ты мне по карману. Mamba очень хочет, чтобы у каждого из нас была пара в День всех влюбленных. Именно поэтому она бесплатно дарит VIP-статус на целую неделю. А с его помощью можно узнать, кому вы понравились и кто добавил у вас в избранное, также использовать дополнительные функции поиска, яркие стикеры для переписок, а также возможность написать любому человеку, который вам понравился, даже без мэтча и многое другое. Под этим роликом находится уникальная ссылка для получения VIP-статуса, поэтому, если вы все сделали правильно, а именно загрузили свою фотографию и заполнили анкету, то уже через 10 минут у вас будет пара новых знакомств. Так что качай мамбу, знакомься и влюбляйся. Ты раньше дружила очень хорошо с Машей Вэй. Как мне казалось, да. Хорошо. Ты не жалеешь, что вынесла вашу дружбу на показ? Всем привет! Меня зовут Кейт Клэп, а это... Публично ее сделала. Ну, знаешь, мне кажется, она была нам обеим интересна в плане на показ, потому что у меня никогда не было человека, который мог бы со мной разделить место в камере, ну, то есть тучить еще что-то. Со мной в свое время познакомился, я уже говорила, Руслан Исаевичев, первый как раз из блогеров вообще, и для меня это было прям событие, я даже помню, что мы заказывали какую еду, думаю, как это классно, типа мы сидим, это старый Арбат, он заказал почему-то сырники, они ему не нравятся, думаю, это так классно, мы блогеры. Вот, это было очень здорово и круто, и мне очень хотелось, чтобы кто-то был рядом, потому что все-таки вся как-то тусовка, она была такая, ну, я могу сказать, наверное, пацанская, ну, то есть я была такая, типа, привет, я младше намного вас всех, вы не знаете, что со мной делать, я тоже не знаю, что с вами делать, но я хочу общаться с блогерами. И когда появилась Маша, мне, конечно, хотелось, типа, чтобы мы делали контент, ну, это весело, я всегда смотрела коллабы чужие, там, на Западе, очень хотелось, и поэтому это, скажем, это было вполне себе понятное развитие событий, просто я переоценила хороший коллаб, как что-то очень, ну, типа, личный, как такой лучшей подружки. Вот это была моя реальная проблема, но у меня не было на тот момент вообще как-то такого дружбы на показ, и поэтому оно, к сожалению, с моей стороны вылилось в это. Тогда вы были коллегами или друзьями? Ты знаешь, для меня Машей до сих пор, типа, столько приятных воспоминаний, как бы она в какой-то момент меня не разочаровала в моей голове, ее образ, типа, ой, как так со мной, там, не захотели общаться, а потом только вот видео снимать, потому что, ну, и хер с этим, типа, надо просто быть, немножко прямолинейным и спрашивать конкретно, для каких целей я тебе нужна, и чтобы ты мне говорила, для каких целей тебе нужно общение со мной. ну, тогда бы я не восприняла ни тот, ни тот ответ, поэтому оно вот, но с Машей очень круто тусить было. Это прям, я всем рассказываю, как мы тусили в Лондоне, когда поехали на Гугловскую вот эту штуку. это прям, это полный улет, это просто вообще, очень, очень я скучаю, наверное, по этим воспоминаниям. Ну, вот, я надеюсь, у нее сейчас все хорошо и типа, я бы очень хотела, на самом деле, как-то возобновить общение, потому что я чувствую со своей стороны вину больше, нежели то, что я там что-то напридумала, что она когда-то сделала и прочее. Ну, ты сказала про образ, что у тебя тогда был определен образ ее в голове, который не оправдался. Да, но я хотела лучшую подружку. Знаешь, вот как вот в фильмах рисуют, лучшие подружки, одни джинсы на двоих носят, неважно, что все разного размера, 50 и нулевой, то есть как бы мне очень этого хотелось. Я считала, что это существует, это есть и все, вот хоть бы хны. Ну, а Маша, она просто, она тусовщица, у нее полно знакомых друзей, и типа, ей нахер это не нужно было. Ну, и при этом она мне сказать это не могла, может потому, что она это чувствовала, но тоже не знает, как правильно сказать, не задеть, у нее своя тусовка. А я такая, и типа, окей, типа, ты на меня давишь, дай мне пространство. Я такая, давай веселиться. И, конечно, мне хотелось еще больше как-то там, не знаю, снимать роликов и еще, ну, поэтому такой, говяна, конечно, ну, что поделать. Ну, слушай, ну, спустя вот времени, уходя от ответа, и вот прям прямо, ты можешь ответить, из-за чего вы поссорились? Потому что я залезла в переписку и перечитала все. Для меня ситуация сложилась так, что мы с Машей долго не общались, как казалось, это потом просто черта характера. Ну, то есть, человек может пропасть и долго не писать. Вот это я сейчас уже понимаю. Тогда это было вот лично, типа, ты меня игноришь. Меня игнорили там 2-3 месяца, а потом мне прислали в моем воспоминании сообщение из разряда, что делаешь завтра, давай снимем совместное видео. И тут... Гордость сыграла. Да какая гордость! Меня используют! Все нужны только мои просмотры! И типа, да лять! Даже можно все это по-разному оценить. Хочет человек встретиться, или она считает, предположим, что я там более серьезно отношусь к работе, я такая более, знаешь, целеостремленная, нацелена на тебя поснимать. Тогда для меня это будет более большой мотивацией встретиться. Или это больше оправдание, чтобы потусить заново, а не просто, давай попьем чаю. Ну, я понимаю. Короче, для меня это выглядело так, для нее может быть просто, она типа такая, ну, вот я сейчас общаюсь с одним ребятами, с тобой буду там через 2 месяца общаться. Я хочу думать только о ней, типа, хорошая, потому что она действительно за момент, пока мы не общались, я там творила вот это все, она реально ничего плохого не сказала. Вот это прям, это респект. И я это поняла только со временем, что помимо того, что у нее было больше опыта в общении вообще с людьми и в дружбе, но она действительно, как бы она ни казалась такой оторвой, у нее действительно намного больше опыта, и она прям вот со временем меня поставила на место тем, что ничего тогда не сделала, не вкинула, не сказала. Я такая, вау. Но если ты считаешь, что ничего такого негативного сейчас на этот момент времени тогда не было, почему вы сейчас не общаетесь? Ну, прикинь, типа, ты с человеком начала какую-то срачку, человек молчал, такой, типа, что за херня? И ты такой, нет, это ты херня. И все на это смотрят, и все тебе аплодируют, и ты такая, да, все херня, я молодец, уху. И человек такой, типа, нахера ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? И спустя 6 лет, или сколько там, я такая, Маш, пойдем гулять. Типа, ты что за овца такая? Типа, сначала поносила, а потом такая, ой, ты знаешь, я все переоценила, давай дружить. Ну, мне стыдно, мне реально стыдно. Ну, кем себя нужно таким возомнить, типа, Маш, давай гулять заново, давай опять как тогда. Ну, мне и я хрен пойми, типа, поэтому мне стыдно в свою как-то сторону. Я не знаю, на какой странице жизни она. Ну, вот если Маша посмотрит это интервью, что бы ты ей сказала? Машке, я очень надеюсь, что у Маши все хорошо, особенно со здоровьем, это прям, вот, ну, что бы я ей сказала? Ну, Маша все знает, типа, если она еще помнит какие-то моменты общения, типа, ну, какой бы я тварин не была, хорошо, Маша, вспомни, пожалуйста, тот самый шкаф, когда мы снимали квартиру в Лондоне. Вот, я сейчас почему-то вспомнила эту историю, вот, это было очень смешно. И еще, когда в баре тусили с британскими блогерами, вот это было, это было очень круто. Так что, ну, я очень надеюсь, ну, опять же, знаешь, такой, типа, приходить на шоу и так, я такая хорошая, хочу со всеми дружить, и типа, на Машу перекладывать соответственность мне написать. Нет, но если есть возможность, почему нет, не сказать. Ты же говоришь то, что думаешь, и не то, что хотят услышать. Ты же сучка, сука, точнее, сучка, звучит не очень, да? Нюта и ваша женская группа, которая должна была стать манифестом женской дружбы. мне очень хотелось. Что не случилось? Сравась наша манифестация женской дружбы. Давно не было такого, что девчонки дружат и делают реально, прям, такой, типа, ну, не знаю, манифест женской дружбы. Ну, на самом деле, мне кажется, мы настолько поменялись и настолько у нас стало меняться общество вокруг нас. Ну, то есть, скажем, у Нюты оно было, просто оно как-то, не знаю, усиливало, что ли, там, дружбу с ней, тем временем, пока я там с Женей начала отношения строить, поэтому очень сильно другие стороны стали расти, и это стало, на самом деле, большой проблемой в общении, потому что это все равно, что утрирую, жесткого там атеиста учить тому, как, знаешь, креститься, и типа, говоришь, вот если ты покрестишься, у тебя в жизни все сразу лучше станет, и ты такой, прими тот факт, что я просто атеист, не надо мне навязывать, и то есть, вот какие-то такие вещи случались, которые, ну, вот, но они никак не могли примиряться, даже при слове, что я была готова говорить, опять же-таки, в лоб, но я очень хотела, чтобы она мне тоже в лоб сказала, не то, что, типа, да заткнись ты, а, типа, сказать вот свою позицию, она то ли боялась сказать что-то не то, боялась моей какой-то реакции, хотя я там, типа, никогда на нее не орала, то есть, ну, не знаю, мы очень мало, на самом деле, говорили, судя по тому, как решился наш исход, и мы очень мало говорили о каких-то очень важных темах, ну, то есть, мы просто веселились, там, тусили, говорили о каких-то болезненных вещах, да, переживали их вместе, но вот, не знаю. Но вы поругались из-за этого? Да мы не поругались, ты знаешь, это много-много-много случаев, которые просто на фоне того, что мы настолько стали друг другу неинтересны, они просто стали каждый раз поперек горла, ну, типа, ты такой, блин, камон, это знаешь, это как, вот, по ощущениям это было все равно, что мы такая, знаешь, прекрасная пара, семейная, муж и жена, у нас все родители нас любят, мамы все рады, наконец-таки эти чадо нашли друг друга, все такие, господи, как здорово, все на нас так смотрят, как же прекрасно, мы такие, мы не хотим расстаивать их, но мы уже не хотим быть вместе, вот уже очень давно не хотим быть вместе, и мы просто уже существуем, как вот такой тандем, чтобы поддерживать, знаешь, здоровье и счастье наших родителей, чтобы у них нервы не трогались куда-то, чтобы все было вот ровничком, и это очень чувствовалось, а когда уже начинали, ну, какие-то темы проскользить, знаешь, это когда кто-то скажет какую-то херню, второй должен быть в ответе за нее, неприятная штука, и я в такие моменты достаточно очень жестко, если, я думаю, что, наверное, это то, что послужило вот этими последними такими ударами, фундамент, что типа раскрошило, она не смогла меня там поставить на место, или там, не знаю, в каком-то образе сказать, что нет, это не так, или поспорить за свою позицию, или просто высказать свою позицию, а я сказала, что так нехорошо, и меня это, это были темы, которые меня очень сильно задели, и все, на этом мы такие, о, да, то есть мы даже не кричали, не обзывали, лучше бы это было, вот честно, я тебе честно говорю, меня мама постоянно называет говном, она назовет, она парет на меня, хотя у меня мама вообще прекрасная женщина, и уйдет в другую сторону, Женя увидит, что я себя веду как говно, она скажет, ну ты говно, поржет надо мной, поунижает там говном, еще несколько раз назовет, и такая, а вот теперь мне смешно, я перестала быть злой, я, извините, даже плюс, ору от смеха, и на этом конфликт завершается, то есть мне нужно как-то, ну, противобоисто, противодействие какое-то, да, то есть когда молчат, ты такой знаешь, типа, как будто наорал, а просто, ну вот, как сейчас, громко говоришь, потому что эмоции, а другой человек молчит такой, по-моему, сейчас выглядело так, как будто я орала на тебя, и тебе не говорят в ответ, что типа, да нет, ты просто громко говоришь, тебе такие, и ты начинаешь метаться, типа, а мне прощение попросить, что-то, ну то есть потому что, ну ты себя чувствуешь отвратительно, и такой типа, я и поговорить не могу, поэмоционировать не могу, ну типа, я просто не то, что тебе сейчас нужно, ну, конечно, там всякие какие-то такие тоже, перипетии пошли, я уже поняла, что хер с ним. В чем вообще разница между твоей дружбой с Ньютой и твоей дружбой с Машей? Потому что это две публичные, так сказать, дружбы, если можно выразиться. Ну мы с Ньютой очень много привозили время именно вместе, мы почти чуть ли не жили вместе, потому что она постоянно ко мне приезжала в гости, мы с ней через такие тяжелые ситуации проходили, и типа, моральность очень друг друга поддерживали, то есть мы были в тот момент, когда нам очень нужен был человек, который нас поддержит, будет говорить да-да-да-да-да-да всему говну, которую мы несли друг другу, и, не знаю, мы такие были, знаешь, я была в каком-то, наверное, в смысле фундаментом для нее, когда я ее шатала, она была для меня очень таким оболакивающим, чем-то мягким, таким добрым, когда меня прям, ну шарашило все со стороны вот зло, и я сама начинала просто прорастать какими-то шипами. Вот это, оно было вот, а потом, когда я уже подлечила все свои раны, я уже была готова, там, ее каких-то демонов убивать просто, она такая, подожди, подожди, типа, давай еще поговорим о моих демонах. Я такая, ну я хочу их убить, давай мы их убьем, как моих, это же будет здорово, мы будем счастливы вместе и прочее. Ну вот, к сожалению, это так грустно, но что, но у нее есть друзья хорошие, поэтому, вот, ты за нее не переживаешь? Нет. Ну, я не сказала, в хорошем плане, не переживаю, то есть не в том, что типа, мне насрать, ну, спокойно, короче, за нее. Это тоже относительно, типа, я хочу верить, что все хорошо, вот. Ну просто Нюта сказала в своей трансляции, что вас поссорил какой-то третий человек. Кто это? Что это? Ты можешь как-то разъяснить? Это херня девичья из разряда, ой, давай, типа, все, кто будут рядом, они типа, послужат нашей ссорой, да ни хера, типа. Это все равно, опять же, давай переложим все это на отношения. Когда мужик изменяет женщине, и она такая, вот та сука увела, это его член. Типа, камон. И вот мы так же, то есть, знаешь, из разряда одна подумала на одно, вторая на другое, и типа, на самом деле, просто, ну, ну, просто вот так случилось. Ну, правда, нам перестало быть интересны друг с другом, это очень чувствовалось, и меня это сильно коробило, потому что, если с Машей мы на прям пики такие, фух, я не видела там ее какие-то загоны, какие-то, да вообще, по-хорошему, я знала какие-то части ее личной жизни у Маши, там, переживала по-своему про нюту, как и нюты про меня знали, мы, ну, все. И было болезненно с точки зрения, что, как ты меня знаешь столько шесть лет, вот там, семь или сколько уже, ты обо мне такое подумала. Вот это, я один раз прям реально плакала, я прям сидела в комнате, мне было очень обидно, типа, ну, окей. А что она подумала про тебя? Ну, всякие вещи нехорошие, но фишка в том, что, знаешь, опять же, нет худо, точнее, нет добра без худо, худо без добра, господи, фишка в том, что как раз вот в этот вечер, я его прекрасно помню, и рассказывала ей этот вечер как раз таки ситуацию Саши с приброг, я сидела за компом, это было, наверное, часа два ночи, я такая думаю, блядь, ну что ж, нихера так не получается-то, мне уже стыдно, типа, что каждый раз, как только я показываю, общение с девочкой на аудиторию, сразу какая-то хрень из разряда, они не дружат, Катя опять токсичная, еще какая-то хрень, потому что, понимаешь, и ты не можешь доказать ничего, потому что вся дружба, которая прячется, там я могу с девочками по 10, по 12 лет общаться, но потому что они не вот, не крутятся, да, ну то есть я их сама как-то, ну зачем, зачем, оно спрятано, оно есть, мы можем общаться год, можем забыть о дружбе, через два года вспомнить, встретиться, то есть оно комфортно мне и комфортно тому человеку, а так как это вот на постоянной основе должно быть, это чувствуется давление, и я думаю, ну вот, типа, третий, знаешь, как это, в тюрьме такая, третья, скоро такая, знаешь, четвертая пойдет полоса, думаю, блин, какого хрена, я сидела, думала, вот почему так, я стала разбирать вот эти три конфликта, и я, мне настолько захотелось написать Саше Спилберг в тот момент, прям дико, хотя я вообще, мы тогда еще тоже не фалловали друг друга, это какой-то год 18, по-моему, был, я очень захотела написать прям в личку в сообщении в инстаграме, из разряда, типа, ну, что-то из разряда, я надеюсь, типа, сейчас все лучше, вот мне очень жаль, что у нас такая ситуация была, потому что я поняла одну простую вещь, что типа, что я, что Саша, ненавидели друг друга, не зная друг друга, то есть я могу тебя, в принципе, ну, то есть пообщавшись с тобой пару раз, я могу выдумать о тебе что угодно, вообще что угодно, и вкинув какую-нибудь шутку про какой-нибудь аспект тебя, чтобы тебя задеть, я могу попасть в точку, а могу не в точку попасть, потому что я не знаю, где твоя вот эта болевая зона, и с Сашей так же, то есть мы били просто вот как из дробовика, а здесь, понимаешь, человек тебя знает 6 лет, он знает все твои повадки, как ты на что реагируешь, и создавать у человека какой-то образ, который потом тебе желает зла, вот это меня очень сильно оскорбило, я поняла, что Саша не виновата в какой-то степени, как и я, что вот мы так друг друга ненавидели, потому что мы ненавидели вообще кого-то, ну да, с херовыми поступками, но не кого-то конкретного. Ну вы, короче, кого-то себе в голове выдумали? Конечно, ну каждая себе придумала, да, антигероя. Комиссар. Слушай, ну тебе не обидно было, что Нюта проводила прям трансляции, ну не то, что не особо лестно о тебе отзывалась? Мне пишут, типа, как ты, блядь, могла так поступить, ёб твою мать? Ну прям не стеснялась, короче, об этом говорить. Я делала долго, слушай, ну это был уже, ну получается, такой третий конфликт, будем называть так. Но это уколола тебя, а тебе было обидно? Слушай, у меня была другая позиция, если Маша в тот момент, типа, ничего не говорила про меня, и мне наоборот хотелось, типа, она что-то обижала меня, хотя тупая обида, а здесь, типа, я смотрела, так и думаю, блин, ну типа, мне было, типа, думаю, я думала, что мы потерпим два месяца, вот как вот с Машевой, грубо говоря, я ничего не буду вкидывать, я прям зареклась, думаю, Катя, молчи, как бы тебя обидно не было, что бы тебе сегодня не приснилось, какой-то вещий сон, там, волосочек где-то не нашла, на том нужном месте, где нужно, я хрен пойму, вообще, чтобы маме что-то не приснилось, она не посоветовала, вот ничего не говори, все в своей голове, общайся с мамой, все, не надо. И она начала что-то писать, и так думаю, ну, раз, два, я такая, три, четыре. Ты плакала? Ну, я заплакала не в тот момент, но в другой, вот когда, вот с Сашей ситуацию я поняла, это было, когда я уже кликнула, это, наверное, был, даже не знаю, ноябрь, наверное, восемнадцатого года, вот, это как раз мы, наверное, не общались с ней несколько недель, и мне прям стало грустно, да, может, месяц, вот, и все, после этого я старалась вот так держаться, ну, то есть, ну, я смотрела на это, но мне скорее такое было, типа, наверное, она думала о том, что я буду вкидывать что-то, зная мои предыдущие ситуации с Машей Уэй, а я постаралась научиться на своих ошибках и не захотела никого не травмировать, я очень держалась, то есть, я не могу сказать, что я такая, я святоша, нет, я очень хотела прям, очень жутко что-нибудь вкинуть, ну, что ты хотела сказать, вот, после трансляции Ньюты, вот, честно, я? Ну, я сказала все, что хотела, что, типа, какого хера, типа, мы хотели делать вместе, хер ли ты меня завтраками кормила, типа, завтра, завтра, запишем, запишем, скажи мне нет говно идеи, все, я обижусь, да, это да, я обижаюсь на каждое говно, которое вы скажете мне, прям, но, это я, почему я должна извиняться за то, какой у меня есть характер, у меня есть другие положительные стороны, я за человека там гору сверну и вообще все сделаю, типа, вот, ну, я говно, ну, примите этот факт, что я так реагирую, я обижаюсь, там, могу вспылить, вот, там, в контексте, когда что-то осуждает, там, в чем-то меня, но потом-то я способна на диалог, я обижусь, потом такая, ладно, есть доля рационального какого-то решения, я готова это принять, и я, скорее всего, приму все, что человек мне по пунктам разложит, вот, прям, сто процентов, и, я уже забыла, о чем был вопрос, на самом деле, рассказываю о себе, издержке блогинга. Ладно, давай тогда пойдем дальше, скажи, вот, твои отношения, они вообще как-то повлияли, повлияли на, вот, дружбу, например, с Ньютой, ну, то есть, как Женя реагировал на это, он давал тебе какие-то советы, потому что, обычно, знаешь, парни бывают такие, что с этой не дружи, она тебя там плохому научит, и вообще ты... Вообще, это не касается никаких таких вот людей близких, у нас были ситуации, когда люди, находящиеся рядом с нами, там, или у меня вызывали сомнения, или у Жени, но это скорее больше, знаешь, потому что, ближе нас двоих, но только наши мамы к нам, понимаешь, да, то есть, ну, потому что это, ну, это неразрывное, ну, да, и, ну, то есть, у нас просто идет защитная реакция, что, типа, присмотрись, но это никогда нет такого, что вот, там, человек... Бывали ситуации, на которые он не открывал глаза, что это нехороший поступок, потому что есть вещи, к которым ты привыкаешь, человек может там, ну, грубо говоря, это не касательно вообще никакой сейчас, ну, пользоваться там, какими-то твоими аспектами, но когда ты просишь человека в чем-то помочь минимальным, он такой, ой, нет, я занят, ты можешь это не замечать, а потом тебе человек указывает, смотри, ты в три ночи приезжаешь, человека забираешь оттуда-то, а другой человек тебе, этот человек, не может сделать минимально, там, не знаю, кофе захватить, ну, я утрирую. Ну, понятно, да. И, то есть, вот, какие-то такие вещи, ты понимаешь, что, да, у нас были такие вещи, но он очень философски ко всему подходит, он очень добрый, извешенный человек, поэтому он, наоборот, меня очень смягчил, потому что, опять же, партнер над моим рейджем, типа, я успокаиваюсь, да, окей, раньше тебя очень бесило, что тебя называют богиней YouTube, королевой YouTube, конечно, Ну, смотри, ты начала с того, что я какая-то легенда, и сразу же такая, ты легенда, хоп, уже не сейчас, или такой, типа, да, ёпт твою мать, и, типа, это говно, оно очень влияет на, вообще, восприятие себя, типа, что это за титулы такие, ну, то есть, и все хотят его заполучить, все, и все гонятся за ним, не надо за этим гнаться, надо стараться, наоборот, себе вбивать, что, типа, это неправильно, это неправильно, люди не понимают, настолько ты успешен сам для себя, ну, покажи им какую-то статистику, которую ты им докажешь, типа, но сам себе в глубине души всегда вдалбливай, это не главное, это не главное, потому что все будут себя сравнивать, по поводу, там, цифр, еще чего-то, и заберут у тебя эту возможность, как только упадут, там, просмотры, еще что-то, ну, ты знаешь, да, это как делать бизнес, показывать цифры, но при этом верить в свое дело, не потому что это приносит бабки, а потому что думаешь, что там есть воплощение своих каких-то жизненных ценностей, каких-то идеалов и чего-то, ну, поэтому, типа, нахер меня называть богиней, если потом через полгода, там, кого-то еще называют богиней, что это такое за титул, я его не поставить на полкну, я даже награды никуда не ставлю, которые мне дарили, вот серьезно, они где-то лежат, у меня мама их поставила, такая, нахрена, ну, я даже не знаю, блин, золотая коленка 15 с половиной года 6 июля, и ты такой, зачем? Ну, ты не с ума утверждаешься за счет этого, потому что... Раньше мне было приятно, сейчас, типа, это так обременительно, так много классных людей, всем не угодишь, у кого-то бомбило там с того, что я там в YouTube Revanji появилась, ну, типа, знаешь, вот эти все какие-то титулы, они нисколько уже действуют мне на мои какие-то плюсы, что, типа, ой, я себя люблю, уважаю еще больше, я себя с других вещей люблю, объективно, типа, мне не это делает кассу, а вот других людей это оскорбляет, я не хочу, чтобы какая-нибудь там та же самая Саша Спилберг, который, типа, а вот смотри, Катя, какая молодец, а вот ты так тоже хочешь, на-на-на-на-на-на-на-на, побегай, типа, нахера это делать, это приятно, когда ты с Сашей в батле, а когда ты понимаешь, что Саша настоящий, там, реальный человек, и она из-за этого переживает, и накручивает себе кучу всяких проблем, из-за выдуманного какого-то вот этого вот, это нихрена неприятно, а потом, когда тебя отнимают, отбирают, дают, и такой, уйдите, не хочу, я хочу быть просто, вот, у меня есть мой блог, дай бог, я буду заниматься этим как можно дольше, пока мне приносят это удовольствие, и моя аудитория будет со мной, и она во мне не разочаруется, вот, наверное, все. Такой вопрос, тебя назвали когда-нибудь ЧСВ, говорили, что у тебя там звездная болезнь, расскажи, что за ситуация, самый яркий. У меня рейтинг-бич-фейс-синдром, когда я ни о чем не думаю, и просто, точнее, думаю на чем-то в голове, у меня просто лицо, как вот, как кирпич или утюг, типа, максимально, типа, not impressed at all, и это прям большая проблема, потому что, ну, люди думают, что я просто какая-то надменная, мне порой нужно рисовать на себе эмоции, что типа, что, знаешь, как быть более доброжелательной, но, на самом деле, я могу быть как и очень спокойным человеком, безэмоциональным, так и, типа, чем-то взрывным, если я бахну кофе, и сникерс как перед съемкой, типа, это вот два моих состояния, и люди принимают это все ли на себя, что они говно какое-то, или что я говно, но это не так, со мной надо общаться не на тусовках, где мы первый раз встретились, а куда-то ходить вместе, там, в театр, в кино, погулять, общаться. Ну, у тебя бывали ситуации, когда ты была вынуждена улыбаться, когда этого совсем не хотелось? Конечно. Опять же, на тусовках блогерских, когда к тебе подходит там человек и говорит, Катя, привет, а ты такая. Я не знаю, когда рекламодатели всякие подходят, вот в контексте, знаешь, как они называются, агентства рекламных. Я себя чувствую неловко, типа, чуваки, напишите мне на телефон, на почту, я очень культурно отвечу вам все. Не надо со мной делать контакты, говорят, ой, ты классно, давай работать. Я прекрасно понимаю. Ну, ты сама сказала, что связи нужны. понимаешь, пока у меня есть такая возможность, там, какие-то просмотры, которые нравятся рекламодателям, вот вы мне направляете просто рекламу, в которой вы хотите разместиться. Не надо со мной корифаниться. У меня небольшой ценник, чтобы, знаешь, типа, меня задабривать. У меня несложный характер. Я, типа, спокойно делаю свое дело и все. Не надо этого, не утруждайте. Вы, наоборот, какой-то, знаешь, такой осадочек оставляете. Не парьтесь, потому что они так же парятся, как и я. Я пытаюсь натянуть лица, а у них работа, чтобы меня, типа, вот тоже классно. Ну, и всем неловко, нахрена. Конкретно цель, я говорю, да нет, все, разошлись. Все. Или сошлись. Окей, вернемся немножечко к твоему образу, что он всегда такой достаточно, как это, однотипный, что ли, потому что у тебя всегда вокруг тебя семья и какая-то одна подруга. Причем ни с Машей, ни с Нютой у тебя не сложилось. Вопрос. Я ничего не утверждаю, сразу говорю. Ты никогда не задумывалась, что проблема вот в тебе? Семье! Да какой семье? Выкинь этих нахлебников, они тебя заставляют не дружить. Так в чем проблема? Нет, я спросила, думала ли ты о том, что проблема исключительно в тебе, что у тебя именно с твоими подругами, которые ты показываешь, ни хрена не получается. Ну, так я, по-моему, об этом рассказала в ролике с Сашей, типа, я очень сильно себя винила. Ну, ты знаешь, как только... Ну, это Саша, понимаешь, ну, как бы про Нюту-то, ты особо тоже ничего такого не говорила. Вот вы не осветили проблему, но при этом каждая что-то там наговорила, и люди, понимаешь, начинают в своих головах вот этот пазл складывать, и какой-то толковой картинки не получается. Ну, смотря как смотреть ролик, там, по-моему, все понятно, что хотела Саша, и чего не хотела я. У меня была Маша Вэйна, которой я хотела вот так вот направить все свое внимание и дружить только с ней. У Маши были свои заботы, и ей было как бы относительно похер, и это правильно. Она такой человек. А Саша хотела дружить со мной. У нас такой треугольник, знаешь, который у нее замкнут, и уходит в полную жопу. Подожди, то есть... Все, все настолько... Саша хотела дружить с тобой. Ты чем смотрела ролик? Ты какой пазл собираешь? Нет, ну мы плачали, я расплакала, и сидела и думала, может, это так мило. И плакала вместе с мамой. Я ужасная. Когда она это сказала, я не ожидала, потому что мы не собирались вообще до съемок обсуждать темы. То есть мы конкретно сели и записывали, вот мы, конечно, сказали, что завтра будем говорить. Мы были готовы к тому, чтобы мы что-то рассказывали друг другу. Но не говорю заранее, хотя мы очень хотели, когда вот встретились, мы такие, Саша такая говорит, давай дождемся. Она такая, ты права. И мы дождались, и, ну, вот когда она сказала, я думаю, просто... Я этого даже не догадывалась. Я так оскорбила юную девочку тем, что просто была, ну, эгоистична, вот и все. То есть я правильно понимаю, что это ты была инициатором вашего примирения спустя 6 лет? То есть ты не написала? Нет, она написала сама. Но, знаешь, у меня тоже такое, типа, я не хочу лезть кому-то в дружбу, я чувствую неловкость. Представляешь, ну, опять же, у тебя с кем-то конфликт публичный, это не близкий человек. И ты такая, начинаешь под фотками комментировать Яс, бэйби, яс. И, типа, знаешь, давать всем аудиторию вот эту вот идею, что они сейчас снимут коллабу. Я не хотела с ней снимать коллабу с точки зрения того, что давай затусим, и говно то, что было вот раньше, мы такие вот сахарной пудрой вот так припоршем, и никто не заметит. Мы, типа, мы как будто другие девчонки, и мы веселимся. Хотя мне очень хотелось с ней поговорить, действительно веселиться и прочее. И мне не хотелось лезть к ней с тем, что давай мы все вот это замнем, повеселимся, и все. Мне хотелось с ней переговорить, то есть как-то высказаться, и чтобы у нас на ровном было. И это было бы очень неправильно и лицемерно, если бы мы переговорили бы вдвоем в своей тусовке, сняли бы классный видос, зрители посмотрели, такие, что? А то, что было, это что было? Потому что у нас конкретные были загоны. То есть это не просто, типа, знаешь, что-то не поделили. Но фишка в том, что мне было очень неловко, знаешь, как-то закидывать ей удочку, из разряда, давай, вот потусуемся, пообщаемся. Потому что я не хочу, чтобы для нее я выглядела лицемерной, из разряда, все ради видосов, ради вот, типа, позитивчика. Мне хотелось выяснить все, и дальше как пойдет. Захочет она со мной общаться, снимать что-то. Вот мне было важнее все, чтобы она поняла, и мы просто разошлись, чтобы не было, знаешь, этого постоянного напряжения. Типа мы видим друг друга на мероприятиях, и все такие, «Там, Саша, там, Саша». И Саша тоже там ходит, там вот это вот. Ну зачем? Это очень неприятно, это постоянное давление. И я зашла с того, что не написала ее напрямую, но я такая, а была не была. Вот в один вечер взяла, подписалась в Инстаграме. Это как, знаешь, как в старой доброй, типа, удалила кого-то из друзей, типа, «Все, писец!» Здесь подписалась. Все такие, типа, ну, подумаешь, там Катя подписалась на Сашу. А потом еще и фотку лайкнула, и такая. Да. Понимаешь? Да. И сидит ждет ответного лайка. Так, Саша. Ну ладно. Ну если Саша как бы вот... Я заодно проверю, на какой она, как бы, степени ненавидения меня. Потому что если хотя бы чуть-чуть сбавилась, то уже есть прогресс. Я не буду, типа, давить на это, знаешь, чтобы ее опять там распидорасила ненавистью ко мне, что я лезу в ее пространство. Но ты прям была уверена, что она тебя ненавидит? Вот самой искренней ненавистью. Да, я была уверена в том, что, ну, то есть, у меня минимальные шансы на общение вообще. Потому что это очень легко верить в то, что кто-то есть плохой, как и я верила про нее. Потому что это сразу все объясняет в твоей жизни. Есть белый, есть черный. Все идеально. Ты белый, остальные все в говне. Типа, я все, что не сделаю, все по-доброму, все от Бога, с любовью. Ну мы смотрели ролик. Вот. И поэтому я там что-то полайкала. Немного, опять же. Знаешь, когда люди такие бывшие? Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Такой там... У меня один раз похожий случайный был случай, когда мы как раз-таки с Ньютой не общались. И мне пришло уведомление, типа, Ньюта лайкнула ваш пост. Я такая... Что она хочет? Я такая, ладно, я ничего не буду вкидывать. Я все еще не вкидывала. А потом она начала вкидывать. Я такая... Пожалуйста, не тыкай по моим старым фоткам. Просто не тыкай, не надо. Все. Типа, если это было, знаешь, не удочка на примирение, это тогда был просто just an accident. Типа, удалили, забыли, мы этого не видели. Я сделала, видишь, я такая, я этого не вижу. Ну, может, она случайно лайкнула? Да я про это и говорю. Я такая думаю, ладно, хрен с ним. Ну, вот, и Саша потом мне написала первое сообщение. Мы когда с ней поговорили, она говорит, ты знаешь, я вообще не ждала от тебя первых действий. Я такая, смарт, потому что я тоже от тебя этого не ждала, мне страшно было, трендоз. И она написала что-то, типа, привет, мы перекинулись с простыми вообще какими-то сообщениями. Так я думаю, ну, вот, сейчас вопрос, типа, захочет она снимать веселую коллабу или там, типа, переговорить. И на самом деле мы очень долго, так скажем, по чуть-чуть, по крупиночке восстанавливали какое-то просто человеческое вот общение. Такое минимальное очень. Ну, а как вы пришли к тому, что вы решили снять не просто веселую коллаборацию, типа, хихоньки-хахоньки, а к тому, что вот прям весь ваш разговор, вашу встречу, считай, первую, вы решили засединить? Как вы к этому пришли? Слушай, я сказала Саше, я говорю, Саша, я пипец как хочу с тобой поугарать, но давай мы с тобой сделаем хорошее дело и будем плакать на камеру. На все говно, которое мы сотворили, на всю эту токсичную хрень, мы сделаем что-то полезное и просто, ну, типа, покажем это, потому что да давно пора уже меняться и по-другому относиться к людям и, ну, реально, не желать настолько людям зла и не портить людям все, вот все, с чего они дышат, любят и прочее. Давай попробуем, я говорю, тем более, типа, мокюментари, это сейчас очень популярный жанр, мы попробуем сделать что-то свое, такого еще никто не делал, чтобы вот именно так. Давай, я не знала, сейчас скажет она да или нет, скорее, я была больше уверена, что нет, потому что мало того, что снять со мной совместный ролик, это еще отдать мне весь материал, который мы снимем на руки, чтобы я монтировала, понимаешь, то есть с нашим взаимодействием и это прям, я понимала, что у нее есть там семья, что они там тоже скажут да или нет свое, то есть, ну, она прям, я не хотела на нее давить, хотя, у меня, знаешь, в голове такая сидела, надави, 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 манипулируй. Да, типа, ты знаешь, ты знаешь, как я такая, молчит Варина, я хочу, чтобы если она действительно этого хочет, она пришла к этому сама. Я сказала, говорю, так-то, так-то, подумала, подумала, решила, что да, делаем. Я до последнего не думала, прямо до момента, как я туда приеду, к ней, в Лос-Анджелес, что мы вообще начнем что-то снимать. Просто вот, когда ты выложила этот ролик в Инстаграм, я была в шоке, естественно, я сказала, потому что в тот момент, когда ты ко мне так проявляла интерес, мне как раз-таки наоборот, не хватало друзей. То ведь их не было, господи, чего несут, да, понимаешь, это так тупо. И я предположила, что это просто отличный такой пиар-ход, что у Саши как раз-таки должен скоро выйти альбом, и ты запускаешься, там тоже, возможно, там какого-то шоу, которое мы еще не знаем, вот, и очень интересно было наблюдать, что же вы в итоге сделаете, но вышло очень прикольно, это я лично. Но Саша действительно скоро выйдет альбом, я узнала это уже из, по-моему, ее ролика, или она мне рассказала, что-то типа того. Так что, Сашу я жду ссылку, хотя, что я могу в личное сообщение, но ты мне, кстати, не обязательно смотреть это длинное интервью. Так что, свайпап, как говорится, даунлод, он и не платформ, стримит. Так что вот. Не считаешь ли ты, что ваш конфликт с Сашей был подыгрет пабликами со стороны а-ля ВПШ и селфи? Ну вот опять же-таки мы общались на эту тему, и она сказала такую мысль, я с ней согласна отчасти, да, потому что, ну, объективно у нас не хватало порой такого воображения, выдумать столько говна и такого едкого, знаешь, про друг друга. Поэтому все, что ходило там в комментариях и какие-то вот случаи, кто-то что-то там вот, это очень так, а, в копилочку моих файликов там говна про Сашу, запомни в следующий раз при меню, когда нужно время, она будет чувствовать себя хреново. Ну, если это так и было, то есть, но, я говорю, когда, как бы мы стали говорить на эту тему, я говорю, слушай, ну, один плюс, ну, это хайп, на тот момент это был хайп, все, типа, закрыли эту тему, дали нам какие-то поводы говно на друг друга поваливать, хрен с ним, типа, это будет и после нас, и еще у-ю-ю-ю, и сколько, с кем и как, все, типа, у меня нет никакой претензии, это определенное шоу. Ну, вот просто, несмотря на то, что ролик был очень хороший, да, действительно, очень трогательный, очень крутой, эмоциональный именно, и посыл очень крутой, мне кажется, что многие ждали, что вы как-то разберете какие-то конкретные ситуации, которые у вас были, а по факту вы просто пили чай, поплакали, сказали, что любите друг друга, ну, гуляли там на пирсе, такие вы все подружки, все здорово, и никакого разбора полетов в итоге не было. Ну, ты знаешь, все зашквары там, мои, плохое слово, господи, у меня сейчас гоблин просто сейчас скажет, вы знаете, что такое зашквары, малолетние дебилы, каждый раз у меня в голове его лицо, когда говорят слово, полно ситуаций, которые я сделала, и Саша, за свои я стараюсь отвечать, быть прямолинейной, но когда мы говорили на камеру, и это действительно у нас есть, это все отснято, ты вырезала? Да, потому что я подумала о том, что, ну, почему после всего того говна, которое Саша, вот реально, получила за каждый свой там проступок, она прошла через такие вообще дебри всего, ненависти к себе, хейт, вот это все там, blackmail, что угодно и прочее, она сделала для себя конкретно выводы, она совершенно прекрасный человек, она очень философский, интересный человек, она очень взвешенная, она, я не буду говорить какие-то ее личные вещи, но она правда, она очень хороший, прекрасный человек, почему сейчас, пройдя через это все говно, я должна аудитории напомнить, то, что она делала, чтобы они опять начали гнобить, человек сделал свои выводы, она просто не заслуживает повторного, ее гнобить, конечно, они бы начали ее гнобить, если бы она повторяла эти же ошибки, они просто типа, а помнишь, 4 года назад, сейчас вспомнят про всех, те, кто участвовали в выборах, даже те, кто уже сказал несколько раз, что типа, больше я в это не полезу, ну ты вспомнила, конечно, политическую продажность, я утрирую, я утрирую, а у Саши что, ну вот опять же таки, ты можешь за любую ее притянуть, и она сейчас уже, я считаю, на данном этапе, она говна хапанула достаточно, чтобы, ну, сделать свои выводы, и это просто был бы хейт, который, ну вот еще раз все бы вспомнили, по поводу, еще бы гуртеть, зачем? Мы здесь пришли конкретно решать нашу с ней ситуацию, и когда я стала даже смотреть наши конкретные конфликты, они настолько размытые, типа, знаешь, какая-то фразочка из видео, которая относится к предыдущей трансляции оттуда, ты потом это там другого года еще что-то, ты думаешь, я думаю, я пока делала этот трейлер, я думаю, как показать то, что привело нас к такой ненависти, чтобы люди поняли, что у нас вообще что-то было, потому что это даже пощупать нельзя, типа, она меня там не била, я там не плевала на нее, все. К слову о политической рекламе тебя не обидела, не задела, что Юлик использовал тебя в своем ролике? Ну, я, по-моему, показала, что меня это не порадовало своим постом, ну, короче, конечно, тема вся эта развилась не очень хорошую историю, что там Юлик начал свои какие-то, ну, опять же-таки, что ворошить прошлое, типа, да, я считаю, что пора уже как-то формировать свое сознание и мнение, и свое политическое отношение к многим вещам, поэтому это было прям поперек горла, мне это не понравилось, но потом, если я не ошибаюсь, и мне не подводит память, Юлик извинился за это, и все, у меня, типа, нет никаких претензий, то, что он там мое лицо с Путиным рядом клеил, там, не знаю, какие-то фалл-имитаторы в него тыкал, Юлик, поверь, если ты сказал, что ты ок, я, значит, тоже ок, все, типа, без базара. Возвращаемся к твоим примирениям, такой вопрос, когда нам ждать видео с чашечкой чая, с примирениями с Нютой, Машей? С Машей? Я бы очень хотела с Машей, потому что, ну, я бы просто хотела с ней пообщаться, с Нютой, мне кажется, нам обоим это неинтересно, ну, то есть, у нас не было конфликта, чтобы примирение было какое-то, то есть, мы не посылали друг друга нахер, типа. Знакома, как знакома, моя хорошая. А что, опять-то я сказала, не то? Нет, 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 все, наоборот, все то, все то. Что за отсылочки? Ксюша говорит прямую. Ну, святая тройка вместе, нет. Ну, моя ситуация с Черкассовым тоже самая идентична, вот. Короче, я правильно понимаю, что ваша дружба просто изжила себя? Да, очень сильно, очень сильно. И оказались люди, которые были рядом, которые были намного интереснее. Вот и все. Окей. Возвращаемся тогда к твоему образу. Ты такая, какая настоящая Катя? Просто для всех ты такая, знаешь, заказываешь вещи с Алика. Ко мне приехала мама, привезла посылки с Алиэкспресса. Ты максимально приближенная к народу, все правильно. То есть у тебя нет вот этих показушных гуч, как у Марьяны. Есть у меня все, у меня и то, и то есть. Ну, просто ты этого не так показываешь, например, как Марьяна Ро. Вот та Катя, которую ты показываешь, она настоящая или это вот именно образ для людей, чтобы тебя не хейтили за твои бабки, деньги, шмотки и все остальное? Во-первых, главная проблема всего хайпового шмота это в том, что если ты себя начинаешь заводить в рамки, что ты должен одеваться дорого, потому что ты крутой и богатый, у тебя тупо не хватает потом денег ни на что. Ты заказываешь на каком, утрирую, на лям заказываешь какой-нибудь, лям, господи, как это пафосно звучало. Заказываешь с Фарфоча какие-нибудь шмотки, они к тебе приходят и ты такой, я теперь вообще, знаешь, на долгое время популярный, модный, все меня сейчас будут завидовать. А потом ты такой, тебе друг пишет, или подруга, носи, пожалуйста, свои кроссовочки в этом сезоне почаще, потому что через два месяца они уже будут немодными. Ты такая, в смысле? Я за них 50 тысяч отдала. Я их вообще покупала не потому что они модные, а потому что они мне нравятся. И типа вот это вот ощущение, что ты тратишь большие деньги, но потом ты должен соответствовать каким-то трендам и тратить еще больше, оно давит. Типа в какой момент классная вещь должна вот изживать себя, когда она уходит с тренда. И, к сожалению, с флюксовыми вещами это так. Я, если раньше покупала что-то, что такое нестандартное, еще что-то, в какой-то момент начала покупать, что хайповое, я поняла, что мне не нравится это. Все то, что хайповое, но потом типа все начинают хейтить это такой, нахрен я потратила столько денег, теперь это типа не комильфо и всем смешно с этого. А в каких брендах ты сегодня пришла, если не секрет? Доктор Мартинс, между прочим, купила их в 2012-2013 году. Сейчас опять они появились, так что можете найти, велюровые прекрасные. Джинсы, это Асос, футболка у меня Мадам КК Мерч, очень нравится. Покупаете, все очень вкусно. Это Алик, вот, и это я купила на барахолке какой-то в Японии, все. На колечке, браслетике. Это какая-нибудь, это, по-моему, Соколов, это Мамино Кольцо, это купила на Воденхатово браслеты, это вот Мадре Кунст, всякие типы руны, все. Какая самая дорогая вещь, которую ты покупала, не считая знаменитого шарфа, который ты купила маме? На самом деле, я уже говорила, это сумка Фенди, Пикабу, вот. How much? Она стоила, это был 14-й год, наверное, три с чем-то тысячи долларов, вот. И это прям такая вещь, которая, на самом деле, с одной стороны, красиво, все, это такая классика, я очень сильно люблю, но это такой напряг ее носить. Почему? Боишься загадить все время? Загадить, потом еще прижмешь, что-то там разольется. У меня в одной моей сумке, знаешь, это прям пафосная история Кати. Типа, взять сумку Луи Виттон с бежевым, бежевой внутренностью и какого-то хрена баночка с чаем Мачо открылась в самый ненужный момент. А теперь у меня там грандиозные зеленые пятна. Каждый раз, они еще потом... А химчистку нельзя сдать? Ну, типа, или это не отмывается? Я боюсь химчисток. Сколько раз мне рассказывают, что воровали пуговицы, портили все. Я тут сдала недавно в химчистку кожанку байкерскую, привезла из Сиу, нет, из Пусана. А прям воняло, прокурено было, там какой-то вот корейский байкер на них гонял. Я так думаю, вау, классно, она такая здоровская, там, 3 копейки стоила. Привожу в Москву, думаю, ну, главное, чтобы отстирали. Один гемор. Это значит, краска слезет, кожа скукожится, тут, значит, надо подрезать. Ладно, даю 2000, делайте, что хотите, чтобы она не воняла. Они тебе чистят, ну, я бы сам, знаешь, салфеточком чистой линии бы так промазала все и буквально там за 20 рублей. месяц сделать. В 25 уже возрастная кожа, вы знаете, какой старый родящий возрастная кожа. На Витфесте три года назад тебя спросили, кто твой любимый блогер, и ты ответила, что это Марьяна Руан. Я как раз начала нашу с тобой встречу с этого. Кто сейчас твой любимый блогер? Из вообще всех или типа из наших? Из русскоязычного Ютуба. Кого я смотрю? Вообще, на самом деле, я за всеми смотрю, кто там что выкладывает. Это очень интересно. Ну, сложно. Ну, правда, сложно. То есть я не могу сказать. Но Марьяна Руан, все еще твой любимый блогер? Блин, ну, Марьяна ушла в рофл жесткий. Я ее типа не всегда понимаю. Можете списать на мой возраст. Но вы можете обниматься, вы же подруги были. Ну, блин. Не будете обниматься, да? Мы можем обниматься, но я не знаю, не люблю, когда меня люди трогают. Она очень зажигательна, но как-то негативит много. Я это не всегда воспринимаю. То есть я немножко другая аудитория. Вот. А так? То есть раньше я ролик ее с удовольствием прям смотрела, да. Ну, типа, она здоровская, она очень такая вайб со все дела. Типа, ее можно смотреть, там, как ролик какой-нибудь Кали Дженнер, который ходит, где-то там, бедушка свое показывает, золотое, который только что загорел. Ну, ну, прекрасно, типа, отличная жизнь, можно смотреть, там, без звука, посмотрел, удовлетворил свои потребности в эстетике, все. Ну, вот, сейчас она, типа, жестит иногда, то есть я не всегда это выкупаю. А как тебе новая волна вообще, вот, тиктокеры, например? Вот, я не знаю, может, смотрела наше интервью, где, вот, 15-летние дети, вот, сидели и такие. Да ладно, 15-летние дети, я блок свою открыла в 15 лет, типа, ну. Ну, Кать, ты сравни себя и этих тиктокеров. Подожди, негативный контекст, это как бы, это твое восприятие, я просто спросила, сравни. Вот так вот, якобы отмазать, мы-то все с вами слышали, это говно. Я тварь, я никогда этого не стеснялась, я покой вообще. прижала к углу. Да нет, ну, господи, пускай занимаются чем хотят, главное дело, чтобы, не знаю, наркотиками, наверное, не баловались жутко. Да, в тиктоке сейчас, мне кажется, обидитесь, пожалуйста, не надо. Да, все нормально, пускай шарашит чего угодно, главное дело, чтобы рядом были люди, которые от токсичности будут отучивать, потому что у всех есть этот период, когда типа звездная болезнь, вот это все говно, ну, чтобы как бы подушечка была из прекрасных, добрых людей. Я не смотрю, потому что я, я честно, я попыталась посмотреть в тиктоке, но самая большая проблема, если я начну скроллить тикток, у меня сначала там пошли собаки, потому что я свою целью сняла в тиктоке, а потом, я понимаю, что с количеством всех видосов и мемасов, которые мне присылают подруги из чата про BTS, я просто не буду вылезать из тиктока, потому что я буду все одни сплошные мемы смотреть, я не могу, я слишком много трачу времени на это. Ах, господи, BTS, ладно, перейдем. Тиктокеры, BTS, у Ксюши какие-то проблемы, Ксюш, будь более толерантна к чужим выборам и интересам. Нет, нет, я не тварь. Нет, неправда, нет, я говорю, я тварь, и толерантность, это, знаешь, болезнь 21 века, как на мой взгляд. Слушай, ты такая интересная, такие сложные вещи, ты не боишься, типа, эти в толпы, уважаю. есть такая, да, немножечко хайп, такой ваам. Так, поговорим о рекламе. Была ли у тебя в блоге, на ютубе, в инстаграме такая реклама, за которую тебе было потом стыдно? Типа, когда ты сидела, думала, блин, зачем вообще так? Конкретно чего-то продукта или исход ситуации, который вышел? И то, и другое. Ну, ну, хорошо, давай начнем с продукта. С продукта, да нет. Единственное, что меня очень как-то, не хочу пиарить бренд, потому что там люди не очень хорошие оказались, но, типа, наверное, скорее это то, что какие-то мемочки делали с это, это было неприятно, а так в целом, нет, я не могу сказать, что то, что я рекламировала даже презервативы, что это, типа, на просто круто. Нет. Все. Типа, просто вот на тот момент, это, типа, стыдно. Проект с рекламой презервативов, для меня это было, ну, слишком драйвово, типа, типа, че? А сейчас я понимаю, молодец, молодец, надо было раньше понимать, что это круто и здорово. Мне тогда только это подсказывало маму, что это очень хорошая вещь, в целом. Единственное, что скажу, вот, что меня бесит, здорово рекламировать контрацепцию, но какого хрена она стоит так дорого? И ты такой, ребята, мы защитимся от спида, но заплатите, 800 рублей, и типа, это прекрасно все. Вот, вот, это единственный минус конкретный, да. Недавно ты рекламировала косметику некой Алины Чаровой. Не рекламировала, это не реклама была. Надо делить то, что за что тебе платят деньги, делить, я не знаю, бартер и делить поддержку. Что это было? Это была реклама или бартер? Она мне, не то что, мы с ней общались, еще увиделись в Париже, ездили вместе с Мейбелин, как раз пообщались. Мне она очень понравилась, она очень интересная, там прям про модели все знают. Я слушаю, господи, сколько всего каких-то этих внутренних штук. Она мне рассказывала, что она даже показывала мне косметику, то есть, ну, у меня никаких нет сомнений в том, что если человек сказал, сделал, вообще, я не буду гадать, что там и как там, и откуда это еще. Но ее косметика, по факту, китайская оказалась. Так а что было в китайской косметике? Ну, типа, когда ты закупаешь в Китае, такая, вот, я разрабатывала, это три года, три месяца и шесть ночей на шестые лунные сутки, ну, как бы... А ты бы купила, если бы она сказала, что это из Китая, чуваки купаются? Я посмотрела цены, я поняла, что это просто эти продукты, они не оправдывают свои цены. Это вот когда я посмотрела, увидела это, я поняла, что даже представила, что она мне там дала промокод, думаю, ну, вот ребята, типа, кто захочет, это же типа хайповая, наверное, тема будет, у нее есть аудитория, есть ребята, которые захотят попробовать. Мне она присыла коробочку, там, милые конфетки, еще что-то. Я вообще сказала сама, как выпустишь свою косметику, присылаю, я с удовольствием подержу. Прислала, все здорово, суперкласс. Я ставила промокод, а потом мне ребята пишут, фу, типа, ты посмотрела, это все Алик. Я захожу такая, да, типа, это нехорошо. Он думал, ну, ладно, типа, проблема в том, что это... Так что плохого в Алике, Катя? Я про это и говорю, то есть типа, Китай, не Китай, хрен с ним. Но, когда ты можешь купить это, блин, я не знаю, во сколько раз дешевле, но это такое ощущение, как будто, я своим ребятам, ну, то есть я именно своих ребят обманываю, то есть я даю им какой-то мнимый промокод. Вот это мне не понравилось. Так почему в итоге удалила? Ну, потому что, представляешь, цена или качество? Качество, да, обычно это качество. Ты что, никогда не пользовалась, там, я не знаю, не буду какие-то бренды говорить, которые типа, хреновые, но стоят дорого, дешевые, но охрененно себя, как бы показывают. Это косметика, это очень субъективно все, я удалила, потому что мне все писали, типа, Катя, какого хрена, типа, изучи, посмотри, прежде чем пиарить. Я залезла, посмотрела, ну, за такие деньги я не готова, понимаешь, зрителям это показать. Если бы это стоило недорого, ну, правильно, ну, пользуйтесь, я до сих пор пользуюсь там, щеточкой ее, типа, все, что мне написали блоги, я такая, а, я боюсь, хватит. Не трогайте меня. Типа, я даже боюсь пользоваться, типа, мне страшно, но при этом я прекрасно понимаю, что, ну, вся косметика, если не большая часть делается, ну, большая часть делается в Китае, ну, ну, это тупо. Ну, окей, например. А цена, да, это херово. Твоя помада, которую ты выпустила совместно с Мак, стоила полторы тысячи рублей. Тебе не кажется, что это тоже достаточно сильно разница с твоим бюджетным образом, это не моя ценовая политика? Если бы я могла восстанавливать какие-то свои условия и цены, без проблем. Ну, ты же согласилась сотрудничать с Мак. Да, с которым ты не только мечтать в контексте коллаба не мог, а типа купить, моя первая зарплата была с Ютуба, там сколько, тысяч 14-12, я поехала и купила себе первую помаду. Первую помаду Мак. Все. Я помню прекрасно, когда я себе купила подводку, жидкую Мак, это был 2009 или 2010. Хрен пойму, что это такое, я знала, что Леди Гага ей пользуются, все. А то, что для нее кисточка нужна, я такая, нахрен, типа она стоит, типа под два косаря, она должна все делать, так вот шахнула, она нарисовалась сама. И я помню, я такая, она на несколько месяцев лежала, думаю, как ее мазать, чем, у меня даже кисточки не было. И мне, я помню, там мальчик там ухаживал за мной в школе, давай я тебе куплю эту кисть, а кисть сама стоит, я как охерела, думаю, два раза дороже, чем подводка. У меня было, что за цена образования, что за политика ценовая, это как, я купила у вас и так, вот это дорого, еще в два раза дорого, чтобы этим пользоваться. Но, ну вот, ну вот это, это Мак. к сожалению, в какой-то степени там, сейчас очень рынок косметики меняется, тогда это, это прям, это все было, и до сих пор я пользуюсь своей помадой с удовольствием. Но это, это ценовая политика. Я не заставляю никого это покупать, очень здорово, что ребятам, кто потестил, понравилось, купили и пользуются. Это самый большой для меня комплимент. Ну, а как помады вообще сами по себе продавались? Хорошо? Я приходила в каждую Мегу, я спрашивала, где помада, потому что я лично сама хотела что-то купить себе в бэкап. То есть мне Мак выделил там, по-моему, наверное, 6 помад, из них у меня осталось, наверное, 2. Ну, то есть одна, а, первый образец еще с фабрики и 2 запакованных, одной уже пользуюсь, то есть одна у меня осталась. Я так думаю, ну, куплю что-нибудь, потому что меня некоторые подружки просят, но мне всегда неловко бренд описать из разряда, ой, а закиньте мне еще 20 помад, хочу подружкам скинуть. Типа, или купи сама, как я делала со своими так же духами, или как бы, пускай подружки купят. Ну, ты их поддерживаешь, или они тебя, все. И я приходила, знаешь, как бы, вот сегодня последнюю забрали, я такая, я не верила, честно, потому что, ну, это очень приятно, и никогда в продажах, все, что связано с блогингом, ты не можешь быть уверен. Ну, даже если ты дико хайпуешь, ну, людям может что-то просто, ну, не захотеться. А может, вот ты не старался, и все-таки, мне это нужно. Ну, это рынок, я не разбираюсь в рынке настолько, я просто сделала то, что я хотела, и прям, косметическая история, выпускать, может быть, какие-нибудь свои продукты. Мне кажется, столько много косметики, я еще сама ничего до конца не распробовала, хотя у меня большая косметичка, чтобы что-то пихать на рынок. А зачем? Ну, вот правда. Фурфан, потому что это классно, делать косметику, я не знаю. Обкладывать деньги, а потом прогорать, потому что какая-нибудь баба волосок лобковый нашла в той тенюшке, такие, все кошмар, Джеффри Стар канцелл, и понеслось, считаешь трэд на Твиттере, уже сам диссишь все его ролики, нахрен это надо. Это надо вот... Ты не считаешь, что черный пиар это тоже пиар, например, с той же косметикой? Давай мы посмотрим на ситуацию с Джеклин Хилл. Помянем все ее грехи и посмотрим на ее комментарии сейчас. Девушка бедная не может выгрести себя из такой кучи говна, и тяжело сказать, виновата ли она или кто-то еще. Ну, типа, это очень тяжело. Все равно, что ты понимаешь, я продукцию, какую-нибудь пищевую начну делать. Ну, это целое, это очень дорого. А косметика нет, что ли? Ну, можно же делать через последника, можно же делать. Китай, а тени у тебя из жучков, чтобы были красными и понасыщеннее. И ты такой, а что ты не веган? И понеслось. Ну, типа, зачем? То есть у меня есть свой блок, он приносит мне деньги. Захочется... Вообще нужны для этого, конечно, мастодонты, которые этим занимаются давно. Это настоящие крутые фабрики. Это люди, которые разбираются бизнесом. Пока, типа, я не интересуюсь этим. Я просто кайф получаю от того, что крашусь. Ну, а ты слышала историю про Кэт Ван Ди? Да. То, что вот... Она мне, кстати, отвечала в сторис. Я такая, ой, как это мило. Но вас захейтили. Но я подержала, я подержала тушь, что, ну, типа, мне прислали на обзор, отметила ее, она такая, сердечко там, типа, приятное. Я такая, Кэт, вы прекрасная. Ну, вот, к сожалению, да. Почему не делаете прививки? Да. Печальная история. Возвращаясь к Саше, вот скажи, ты видишь вот в ваших взаимоотношениях какое-то будущее? Или вы просто помирились для факта? Ну, в плане, не говорю там о какой-то там... Я очень хочу. ...лучшими подружками быть, но друзьями, вот. Я очень надеюсь, что донесла до нее мысль своим корявым русским языком, что если у нее есть какие-то вопросы, какие-то предложения, какие-то идеи, чтобы она всегда могла мне писать. Потому что мне иногда неловко писать первые. Но опять же таки, я с удовольствием что-то скину и покажу. Вот. Но у нее своя жизнь, у нас достаточно такие разные жизни. Она вообще на другом полушарии, блин, живет, или где там это континент. Или где там это? Яграфия ваша. Вот. И как-то не так пока много тем, чтобы кроме блогинга обсуждать. Поэтому если она захочет, я всегда за, и я очень жду ее сообщений. Мне на самом деле очень хочется знать, что у нее в целом вот конкретно ее атмосфера эмоциональная все хорошо. Ну, типа, что она не переживает за что-то. Не в каких-то меня. Это уже все решили. А типа в жизни, что у нее ничего не колеблит. Потому что, ну, мне за нее переживательно. Скажи, будет ли шанс увидеть вот те сцены, которые ты вырезала из вашего разговора как раз-таки? Или ты прям все это в трэш, в мусорку? Нет, оно лежит. Почему? Ну, типа, ну... А зачем? Мы рассказали историю, мы подвели итоги, сделали после всего, как вот все вышло, тоже свои ВВД. Мы очень переживали. И мне кажется, то, на что я была нацелена, это реально на доверие Саши. Мы к нему вот... Мы к нему пришли. Все, для меня это главное было. Она мне дала, еще раз повторюсь, материал на руки. И когда я ей показала ролик перед тем, как выпускать, она... Видно было, что это может быть некомфортно, она сказала да. Твердо. А что ей могло быть некомфортно в том ролике, который... Ну, потому что, опять же, какие-то там темы затрагивались, еще что-то. Это не то, что, типа... Она не хотела опять выглядеть какой-то там... Нехорошей со стороны, типа, негативной. Но она даже так, ну, знаешь, типа, собралась, такая говорит, давай, все. То есть она вообще не сказала никакой ремарки. Она просто... Может быть, это я надумала, что она нервничает. Потому что, ну, я нервничала сама очень сильно. Я не хотела, чтобы она сказала в последний момент, нет, монтируй себя по-другому, Катя, давай шоу. Или типа там что-то еще. Ну, то есть это было очень важно. Ну, это сложно. Ну, я представляю. Ну, а как ты относишься к тому, что какая-то часть аудитории посчитала ваш ролик неискренним? Пускай. Вот именно Сашу неискренный. Ну, камон. Кстати, это вот тоже мысль, которую я выразила знакомому. На самом деле, чтобы понять Сашу, надо понять одну простую вещь. Я ненавижу слово менталитет, но есть слово какой-то... Можно найти синоним. Это когда, знаешь, ты должен в обществе определенному... К определенному поведению склоняться. То есть у нас, предположим, у нас здесь, то есть ты не должен быть слишком там громким, активным, жестикулировать и прочее. Ты достаточно должен быть спокойным. Если к тебе проявляют легкое дружелюбие, на самом деле это... О, сейчас будем дружить. Это топ. В Америке, если ты общаешься очень ярко, эмоционально, ты так общительный, хохочешь при первом знакомстве с таксистом, для нас это покажется очень наигранно. Типа, нахрен ты с таксистом? С таксистом типа хохочешь, общаешься так. Ты же тратишь свое время. Это, наверное, не культурно. У него свои мысли, ты мешаешь ему. Ты наигранный. Нет, это правила поведения. Там ты так ведешь себя, у нас так. И исходы разные. Как и в Америке после яркого вау, ты потом не будешь никогда с этим человеком общаться, хотя он офигенно к тебе реагировал, проявлял себя. Как и в России. Ты сначала холодный, а потом вы бухнули, хлопнули, все лучшие друзья навек. И вот Саша, она больше все-таки к вот ситуации, как там общается. Я была этому свидетелем, я сказала, слушай, я теперь поняла, почему считают тебя в каких-то местах, что ты вот наиграна. Это не наигранность, это определенная... Вежливость. Да, совершенно точно. Она села в такси, мы вдвоем садились в такси, и она начала сразу что-то шутить с таксистом, там, та-та-та-та-та. Думаю, нахрен такое внимание. Думаю, у нее может настроение так повысилось. Типа, ну вот бахнул с сахаром, все. Я такси обычно веду. А потом я поняла, что этот такой смолток, он именно для того, чтобы таксист выключил музыку. Ну, ты понимаешь, это типа расслабить, повеселиться, я ничего против тебя не имею, ну, чувак, я сейчас оглохну нахер. И вот, и ты такой, и он ок, воспринял это все, выключил музыку, и мы идем дальше спокойно. Я бы как сука выглядела, если бы я в Москве сказала мужику, ай, привет, классно, здорово, выключи свою парашу. Ну, типа, да, ты не знаешь, как говорить это, и ты такой, прошу прощения, у меня тут очень важный разговор, я тут на, да, можно, да, и такой делаешь всю поездку, ага, да, разговор, на самом деле просто молчишь, и делаешь, видишь, у тебя очень важный разговор по блютусу. То есть, и ты так, ему неловко, и тебе неловко все дорого, но вы такие, ну, я делаю то, что должна делать, и он тоже, и мы такие, да-да-да, типа, знаешь, два социофоба каких-то, ну, хотя кто-то, наоборот, общительный. Ну, просто, понимаешь, Алды, они ждали какого-то прям разбора полета, а вы, ну, ладно, мы возвращаемся опять к той. А что, ты хочешь, чтобы я ей Харю набила? Да не хотела я, Илья-то вообще не хотела, меня все устроило. А что? Я думала, что это пиар-ход, единственное, я тебе сказала, а остальное, типа, очень милый эмоциональный ролик, и я такая, пиар-ход, ну, наверное, да, надо было бить морду. Ты начинал, когда блогеры снимали за идею, а не за бабки, как думаешь, что сейчас изменилось? И изменилось ли что-то? Ну, сейчас просто другое, сейчас изначально контент делается более продуманным, тогда это все строилось больше на себе, на каком-то чуте. Сейчас, мне кажется, все примерно понимают кухню, как что может зайти, вот, и вкладывают в это деньги, и поэтому, так как люди вкладывают деньги, они ждут, конечно, чтобы с этого вышло что-то. И ты не можешь, как бы, сделать то, что делали раньше, там, типа, низкого качества, грубо говоря, съемку, ты можешь зайти, как мемастный канал, да, там, что-то пусть какой-то торшат, он даже будет собирать свои просмотры, но ты всегда должен тогда шагировать кого-то, если у тебя плохое качество, понимаешь? Ну, в хорошем плане шоу. Я понимаю, да. Но на постоянке это тяжело, значит, нужно вводить какое-то худо-бедное качество. Начинаешь вводить такое в качество, это уже неинтересно, это теряется свой какой-то там шарм. Поэтому сейчас люди более продуманно к этому относятся. Но это реально риск. Сейчас даже я иногда снимаю там какой-то ролик, думаешь, типа, отобьет ли это там просмотрами там какие-то вложения или нет. Думаешь, ну, ладно, окей. Некоторые вещи делаешь для себя, некоторые вещи для, там, не знаю, чтобы аудитория повеселилась и вспомнила что-то классное, вот, или какой-то тренд. И вот так каждый раз. Но бывало такое, что у тебя какие-то ролики уходили в минус по финансам? Ну, наверное, ролик, который с клипом вот был, мы как-то не вкладывали в него того, что он отобьет себя, вот, но он стоил денег и как-то, знаешь, типа, не было такого, что вот он ушел в минус. Я просто потратила деньги, потому что мне хотелось это сделать. То есть я не ждала там, что со стримингов с чего-то придут мои миллионы, я поеду в турне, все, сейчас отобьемся. Я понимала, что я трачу деньги на то, что у меня есть конкретно сейчас вдохновение. Я обожаю Гвен Стефани и все, что с ней связано вообще. Она меня так зарядила, так, я хочу вспомнить панк-роковские какие-то поп-панк времена и сделать что-то, вот прям сделать и все, вот прям вот это единственное, что меня спасло, потому что если бы я нацелена была на какую-то выручку, это было бы очень тупо, потому что все, кто делают клипы, зарабатывают бабки с пиара на клипы ради концертов. Я концерта не собиралась, ни турне, ничего делать. Все. И я потом это поняла, как хорошо мы подготовили подушку безопасности, типа мы просто тратили как вот на то, что вот мне хочется. Чтобы было просто классно. Да, веселье, стресс и веселье. Все. Как думаешь, что будет актуально на русском ютубе? Что сейчас актуально и что вот в ближайшее время ждать? Можно посмотреть, что на Западе популярно. Ролики больше 30 минут, явно. Конспирология. Какие-нибудь опять батлы, еще что-то, ну и, наверное, вообще контент в целом движется к более чему-то настоящему и срому. Потому что все затрахались за года там 13-14, все эти с жутким сатюрейшеном, вот эти вот, как называется по-русски-то, короче, когда дохренища, вот может быть, на монтаже вы добавите, слишком много ярких цветов, даже блюшими, вот эти голоса. Да, привет, сегодня заебали, уху, ставьте лайки. От этого все уже так отошли, все блогеры уже посрубали себе башню с этого, и все хотят просто вот, а я сегодня рыгнул, сорян, жеза, и у меня прыщ на жопе. Все такие, обожаю, люблю, сейчас пойду, вот досмотрю видео, давить свой прыщ, чисто за тебя. Мне кажется, ну, эта тенденция, она очень хорошая, потому что и зрителям с этого намного легче, потому что, ну, кому, хотя есть люди, которые, наоборот, хотят перфекционизировать и блогеры, и любых людей, но таких, мне кажется, тоже потихоньку время расслабит, потому что они сами на себя потом такое же давление направляют. Окей, ну, ждать таких роликов от тебя? Мне кажется, я уже потихоньку, даже тот ролик, который с Сашей, он достаточно сырой, и до этого ролики я достаточно так более спокойно к себе отношусь, это не выставленные камеры охеренные, это не свет идеальный, но потихоньку, потихоньку, да. Опять же, я, раньше прям было стрессово, типа, надо кучу косметики, потому что надо косметику, не потому что она интересная, веселая, и она поднимает мне настроение, потому что надо, потому что скажут в интернете, вот тут, значит, у тебя волосок, тут у тебя там такой-то ракурс и прочее, прочее, прочее. Сейчас. Все такие, ого, волосок, класс, вспомним, это был какой-то десятый год, я у любимого блога увидела, потому что был грим, я видела в носу козявочку, и для меня такой шок был, ну как он это выставил в сеть? И я прихожу к маме, говорю, мама, ты представляешь, я увидела его козявку, она хохочет, ржет, я говорю, ты не понимаешь, я говорю, я не знаю, как чувствовать, типа, с одной стороны, я даже плюю нормально, типа, с одной стороны, типа, я все его еще там, люблю, уважаю, он классный, веселый ролик сделал, но я видела что-то слишком личное, мама, ему пофиг, он не вырезал, он не перезаписал ролик из-за козявки, ну не сколько там лет было, лет 18, типа, куча комплексов, потом я так думаю, как же это круто, что ему было насрать, он даже этого не увидел, снял, выложил, думаю, охрененно, вот, и вот это здорово, когда ты можешь видеть человека пору в интернете. Если ты заметишь в монтаже у себя козявку вырежешь или оставишь? Если она висит вот так вот, и я это не заметила, ну, скажем, хорошо было, если бы я в кадре сразу пошутила на эту тему, да. Отшутилась? Потому что на монтаже я шутки не очень люблю долго их делать, но, наверное, я бы осталась. Я люблю шутки про сопли, про какашки, это смешно всегда, это очень смешно. Ну и последний вопрос, скажи, может ли наступить такой момент, когда Катя Клэп захочет уйти? Уйти? Пока. За кадр, да, за кадр. С мужчин как похоронный, какой-то этот. Ну, похороните блогерскую карьеру свою, все такая, ребята. похоронить можно, знаешь, в нашей среде по-разному свою блогерскую карьеру, потом еще тысячи раз воскреснуть и типа включите Майкл Джексон, у меня тут триллер пошел, я тут из гробницы свою вышла, давайте еще хайпы, просмотры. Да хрень не узнает, я периодически ухожу. Когда ты устанешь? Да когда ты уже устанешь? Я периодически, как бы пропадая с поля зрения, какие-то новые вдохновения, еще что-то и возвращаясь, потому что, ну, нельзя даже вот в отношениях таковых со зрителями постоянно быть. Ну, типа, ну, это бесит. Ну, это бесит. Когда тебя слишком много. Да, и типа, о чем еще разговаривает, и за это время еще ничего интересного не нашел, чтобы рассказать. Поэтому у меня есть такие вот, скажем, волны, я есть, я немножко отхожу, там занимаюсь своим бытом, что-то там куда езжу, там что-нибудь изучаю, смотрю, прихожу, рассказываю что-то новое. Мне хочется с моими зрителями иметь такой диалог, изразили такие подружки классные. Встретились, такие попили кофе, пообщались, поугарали, дальше пошли все на работу, подзадолбались, опять встретились, и друг другу рады. Поэтому, прям конкретно не хочу, но у меня есть такие перерывчики. Ну, это видно по количеству, там, сколько роликов я выкладываю, когда я часто выкладываю, когда не очень. Ну, это и мне полезно для психушки, иначе совсем начинаешь просто за компьютером, это нет, это нет. Надо получать от жизни удовольствие. Ладно, спасибо тебе огромное, что пришла. Возможно... И пошла я, уж уйду, наконец сгину. Нет, я бы с удовольствием оставила тебя здесь, просто на все время махнулась бы еще с тобой местами, знаешь. Может, есть, я не знаю, какие-то новые проекты, которые стоит ждать, чтобы мы их прорекламировали, хотя, зачем тебе вообще наш пиар, но если вдруг хочется, можешь что-то сказать, типа, йоу. Прорекламировать? Ну, типа, там, все социальные сети, Катя Клэб, вы найдете внизу в описании, хотя наверняка вы все подписаны, и это вам вообще... И вы не лайкаете, и вы не смотрите. Быстро зашли и лайкнули, это ваша обязанность, прямо сейчас. Ну, что сказать могу? Может, блок с собаками заведешь, я не знаю. Блок с собаками? Нет. Это какая-то уже порнуха, честно, заводить блок с собаками? Я люблю... Даже нет, я не подписана ни на один блок других животных, это типа, если бы я своему ребенку отдельно завела блог. У меня есть такая подруга. Сранно. Блин, это когда Кардашьяна начинает шопить своих детей, боже мой, когда они в фастюне уменьшают щечки, замазывают прыщик, брови делают меньше, типа, как будто выщупают, выщупают, и я такая, не, я не могу, я не могу. Я хочу снять отдельный ролик просто про своего Цили, чтобы все люди, наконец-то, начали отличать изюту от Цили. Все, но это опять такая история, типа, знаете, поэтому, ничего, никаких проектов, все потихоньку делается, ну и в целом, будьте настоящими, и при этом, когда будете настоящими, не пытайтесь убить других, думайте о их чувствах тоже, иначе больно. Наверное, единственное, что я хочу. А можно коронные павочки попал для меня? А это мы тобой тогда можем за вот это. Нет, а можно сейчас? Я хочу, это залезло. Вот Саша Спилберг это сделала хорошо. Я мразь. Ну, Лан, не хочешь, не надо. Сделай. Блин, я даже не знаю, как. Павочки, вот так я делала. Паучики, пау-пау. Да лучше, не боюсь. Ладно. Спасибо тебе огромное еще раз, что пришла. На этом все. Мы надеемся, что видео вам понравилось. Ставьте свои большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на соцсетки Катиклэ. Соцсетки. Соцсетки. Так, прошлый ведущий говорил, не знаю, сегодня на какой-то день памяти, короче. Какой-то кошмар. Сегодня поговорили о прошлом, об увидании, день памяти. Жесть какая-то, ребят, от вас веет могильным запахом каким-то. Да это парфюм новый, ладно тебе. Всем пока.